Привет! С вами Дива Кулагин и Никита Щеглов! И сегодня мы будем делать реакцию на челлендж! Вот не реакцию, а смотреть видосик про чёрный кристалл! Какой чёрный кристалл? Фильм, который был слишком страшный для малыша. Фильмиса. Подождите, ребятки. Вот, всё, ребят, всё! Начинаем! Начинаем! Ребята! Говорит Чемберлин, поскольку они оба куклы и у них нет нижней части тела, они не могут драться, что очень разочаровывает. Вместо этого они состязаются, кто ударит по камню сильнее. Так определяет, кто лучший лидер. Нельзя делать императорам того, кто не может сильно ударить по камню. Чемберлин проигрывает и другие скейксы изгонят, его срывая с него одежду. Извините, парни, но у меня такое есть правило, ну как правило, что у меня больше 15 минут я не могу снимать видео. Так что не обессудь, если там вылетит. Он не вылетит? А точнее не... Там этот я пытался номер ввести, но не получилось и смска не пришла. Начинаем! СМЕЙНЫЙ ФИЛЬМ! СМЕЙНЫЙ ФИЛЬМ! Погодите, знаете, что смешно в этом скриншоте? На этом Скекси очки, что значит, что в этой вселенной существуют окулисты, и он прошел обследование, чтобы ему выписали очки. Вам нравится номер один? Или номер два? Мне одному это кажется смешным. Да? Ну ладно. После того, как Скекси изгоняет Чемберлина, они видят через кристалл Кельфлинга. Блин, не знал, что кристаллы такие ябеды. И они отправляют за ним крабомонстров. И кстати, эти крабомонстры называются Гартимы. Их создал этот красивый Скекси. Вы бы это знали, если бы читали статью на википедии. Короче, возвращаемся к Джен, что он там делает? Я не готов идти один. Ребята, я специально не буду говорить, чтобы вам не мешать. Всё, а ты сейчас говоришь. Да блин, я поставил на паузу хак. Никита. Пока. Типа вот так вот, посмотрите. На буковку А посмотрите в КСК. Всё, начинаем, продолжаем. Ну ладно. Один так один. Ну ты долго. Джен должен идти за солнцем в дом Агур-Агура... Огры. Он находит старуху, которая говорит ему, что скоро три солнца выстроятся в ряд. И когда это произойдёт, мир может погибнуть. Или оживёт. Она не знает. Я знаю, потому что уже видел этот фильм. Ещё у неё откуда-то коробка кристаллов. Один из них – это осколок, который нужен Джен. Но она не знает, какой из них. И который из них? Не знаю. Джен сокращает количество до трёх кристаллов. Точно один из этих трёх. Что? Нет, ты даже в жизни не видел тёмный кристалл. Откуда тебе знать? Ладно. Пофиг дальше. Затем, как вы помните, Джен играет на флейте перед осколками. И правильный осколок по какой-то причине начинает сиять. Почему кристаллы реагируют на звук флейты? Так не бывает. У кристаллов нет ушей. Когда создаёшь фантазийный мир, всё объяснить не получится. Иногда ответ простой. О, это магия. В холодном сердце нам не говорят, откуда у Эльзы её морозные силы. Она родилась такой. Это магия. И зрители не против, если не перегибать палку. Но в этом фильме столько всего бессмысленного. Есть граница, и этот фильм переходит её несколько раз. Затем нападают крабомонстры, Джен убегает с осколком. Бум, следующий день. Так, знаю, я об этом фильме отзываюсь плохо, но количество деталей в лесу невероятно. Это никак не двигает сюжет. Но на это приятно смотреть. Так, вернулись к обзору. Джен падает в грязь. Вот дурак. И встречает... О, господи! Это девушка! Это девушка! Вот гельфлинг девушка. Её зовут Кира. При этом достаю чипсы. И я... Она несёт тарабарщину. А затем по какой-то необъяснимой, неважной причине, когда они соприкасаются руками, они обмениваются воспоминаниями. То есть, я не знаю, что происходит, когда берёшь за руку женщину, но... Я не совсем уверен, но мне кажется, что происходит. Кажется, это ненормально. Что происходит? Мы обмениваемся мыслями. Делимся своими воспоминаниями. Они окупают. Так, три пункта. Первое. По-моему, так они пытаются вбросить немного истории, но... Пофиг. Второе. Джен только что узнал, что он не последний представитель своего вида. Обмениваясь воспоминаниями, он решил показать только что встреченной девушке, как он принимает ванну. Ну, она показала тебе, как умерла её мама. Но давайте отбросим всё личное. Третье. Где-то на земле существует кукла маленького голого Джена. И она мне нужна. Затем нам представляют моего третьего любимого персонажа. Пса Киры Физгик. Он не привносит ничего сюжету. Он просто питомец-персонаж. Эй, он прямо как мой пёс. Эй, щеночек! А ещё Кира умеет говорить с животными. Убьёк! Ладно. А затем переходим к этой замечательной сцене. Две минуты жрущих с кекси. Но, если честно, мне нравится эта сцена. Мне от неё конкретно не по себе. Да, она на минуту затянута, но послушайте. Одежда и столовые приборы с кекси викторианской эпохи Навивают атмосферу типа дома с привидениями. Но только дизайн персонажей и как они едят сильно напрягают. Во многих фильмах самое страшное это пугалки и мясо. Во всяком случае я так считаю. Мне нельзя смотреть ужастики. Но вот это интересный способ напугать зрителя. Это напоминает мне о первой половине ролика Не обнимайте меня, мне страшно. Не происходит ничего откровенно страшного. Но нам всё равно как-то не по себе. Вся суть этой сцены в том, что крабомонстры такие. Эй, мы поймали старуху. А гельфлинг убежал. А с кекси такие? Вау, окей. Ээээ... Выпускайте летучих мышей кристалла! Летучие мыши кристалла! Летите! Обыщите землю! Обыщите воды! Обыщите небеса! Так, может я придираюсь и я не эксперт по гельфлингам. Но думаю, что в небе искать не обязательно. Я что-то не видел летающих гельфлингов. Одна из мышей находит Джен и Киру. Они идут в деревню Киры. Джен даже не знает куда нести осколок, потому что... ...пыты рассказал это, пока делился воспоминаниями. Затем появляются крабомонстры и они убивают и ловят всю семью Киры. Да, это очень грустно. И когда крабомонстры вот-вот нападут на Джена и Киру, появляется Чемберлен. Помните того... Мммм, чувака! Мммм! Он останавливает крабомонстров. Кира и Джен убегают, потому что Чемберлен спас их. А затем Джен выбрасывает осколок. Бум, следующий день! Кира находит выброшенный осколок и вместе с Дженом натыкается на иероглифы с предсказанием. Оно гласит, что гельфлинг спасет мир, рубец Киры. Они пытаются спасти подлингов, но лажают. Земляшаги умирают. Мммм! Его выгнали из клуба Скекси. Ему одиноко. Он спас вас от крабомонстров. И он... А вы, да? Весо буквально растаяло. Это просто... В обмене воспоминаниями их окружают. И что же они, по-вашему, сделают? Ну, разве это не очевидно? Они спрыгнут и будут безопасно парить, потому что... У Киры есть крылья! В обмене воспоминаниями этого не упоминалось. Значит, когда Скекси сказали искать гельфлингов в небе... Обыщите небеса! Они не ошибались. Эй, Кира, прости, что мы оставили там твою семью. Мы же, типа, их не спасли. Их, скорее всего, превратят в рабов. Так, народ, мы почти закончили. Пора к кульминации. Джен и Кира пробираются в замок. Появляется Чемберлен и, по сути, убивает Джена. И поскольку он поймал гельфлинга, он больше не изгой. Надо было с ним сразу идти. А так погибли земляшаги. Кира отправляется в комнату рабов. И когда я был маленьким, я был настолько шокирован от того, что делали с подлингом. А теперь, видя, что это делают с Кирой, я просто сходил с ума. Вот, черт! Киру превращают в рабыню! К счастью, помните старуху Огру? Она, типа, Йо, ты же с животными разговариваешь, попроси их о помощи. Окей. Она освобождается, и животные сбрасывают Скекси в яму. И убивает его. Сейчас-то мы понимаем, что Скекси и Мистики как-то связаны. Когда что-то происходит со Скекси, с каким-то мистиком происходит то же самое. И когда умер этот Скекси, где-то идущий мистик просто... А-а-а, другие мистики такие... Ну, бывает. Затем мы видим, что мистики могут управлять крабомонстрами. Это, наверное, потому что они связаны со Скекси, которые тоже контролируют их. Так что, если бы Джен отправился в путь мистик, это было бы весьма кстати, когда напали на деревню Киры. Ладно, давайте заканчивать. Физгик умирает. Джен не мертв. Он находит темный кристалл, прыгает на него и роняет осколок. Кира кидает осколок обратно Джену. Но тут же ее убивают. Я же предупреждал о спойлерах. Затем Джен сует осколок в кристалл. Замок разваливается, и мир спасен. Но сначала Скекси и Мистики встречаются, ведь они связаны. Помните? Они становятся единым. И... вы готовы? Они подходят друг к другу и превращаются в древесных инопланетян. Я не шучу. Согласно комиксам, это действительно инопланетяне. К этому моменту шел весь фильм. Злодей это просто половина шизофренического дерева. И если бы вы читали комиксы, вы бы это знали. Это должно быть поворот сюжета. Это соревнований! Потому что, по-моему, сюжет просто делает, что хочет. В этом фильме уже произошло столько всего необъяснимого. Так что на это мне уже просто плевать. Кстати, Кира и Физгик не умирают. Ведь это фильм для детей. Мир спасен. Пусть в нем теперь и живет где-то три существа. Конец. Вот и весь фильм. Хотите узнать кое-что забавное? Я уже сказал в этом ролике больше слов, чем их было в фильме. А еще у меня вопрос. Джен, вроде бы, избранный. Отвечу на сей раз. Джен избранный. Но я бы поспорил, что Кира избранная. Давайте пройдемся по списку. Она спасла Джена из грязи. Она сбила летучую мышь кристалла. Когда напали крабомонстры, она сказала Джену бежать. Она нашла кристалл на земле после его потери. Она убеждает Джена не верить Чемберлину. Она знала где замок и позвала земле шагов на помощь. Она безопасно опустила Джена с помощью крыльев. Она сама смогла спастись от превращения в рабыню. И она бросила осколок обратно Джену после того, как он его уронил. И какая ей за это награда? Нож в спину. А Джен только играл на флейте для магического камня. Он идиот! Кто решил, что Джен избранный? Плохой выбор! Так, я назвал второго и третьего любимых персонажей. Но кто же самый любимый? У нас всего три персонажа на выбор. Да кто же это может быть? Это в комиксах. Хммм. Итак, дамы и господа. Мой любимый персонаж. Ребят. Не в фильме. Это спойлер, ребят. Он в комик... В комиксе. Он сейчас расскажет. Мой... А потому что всегда готовлюсь. Мой любимый персонаж вселенной Темного Кристалла. Раунип. Сын Огры. Так, знай. Я только закончил с фильмом. Но дайте мне рассказать о комиксах. Помните старуху Огру? Но оказывается, что она бессмертна. И она живет с самого начала создания мира. Ладно. Однажды на планету падает метеор. И она, как поступил бы любой, вселяет в него жизнь. И так появляется Раунип. И он является главным персонажем комиксов. И по сути, он инопланетянин. Он мне нравится, потому что он единственный задает вопросы. Такие же вопросы, что и я. Так что он мой любимчик. Он единственный, кого мне хочется скосплеить. Если по комиксам будут снимать фильм, то я буду сниматься в роли Раунипа. Да, я забиваю место этого персонажа. Вот и все, ребятки. На этом все. Всем пока. С вами был Дима Кулакин. И как я вам говорил, я не перебивал вас. И Никиташ. Его с вами был тоже. Да, я с вами был. И сейчас выборку включу. Тихо, 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 тихо. Включить выборку надо. Быстрееей! Собака-псина! Кстати, вот. Мы вот эти еще будем изучать. Особенно в Мэйнград с моим другом Никитой Щегловым, так же? И ко мне еще потом. Влад, Влад, если сможет. умри заложник ты должен умереть с вами был дима лагин и он никита сеглов всем пакетово я хотел убить заложников